Работу Лицкого профессионального политехнического лице по подготовке молодых кадров изучали депутаты районного совета. Члены постоянной комиссии по коммунальным и социальным вопросам посетили это учреждение образования, пообщались с администрацией, преподавателями и учащимися и оценили его материально-техническую базу. Главное вопрос и встречи – насколько востребованы предлагаемые здесь молодежи специальности на рынке труда и качественно ли готовят специалистов, есть ли спрос на выпускников. Лицкий политехнический лицей создан в 2007 году на базе открытого в конце 70-х годов прошлого века профессионально-технического училища номер 136 приборостроения, которое было кузницей кадров для завода «Оптик». В 2009 году к нему присоединили Лицкое ПТУ номер 235, а в этом неманский профессиональный лицей. Сейчас в политехническом лицее выпускники девятых классов могут получить специальности электромонтер, слесарь-центехник и слесарь по ремонту автомобилей, токарь, штукатур, каменщик, швея, официант, продавец и контролер-кассир. Ежегодно руководство отслеживает изменения на рынке труда и при необходимости вносит коррективы в список предлагаемых абитуриентам профессий. Некоторые проблемы с набором абитуриентов, пояснили в лицее, есть, но они решаются. Для этого организуется профориентационное мероприятие в школах, встречи с родителями будущих абитуриентов, активно практикуется в лице проведение недель по определенным специальностям. Что касается подготовки специалистов, то депутаты убедились, для обучения молодежи созданы все условия, материально-техническая база мастерских соответствует современным требованиям. Не возникает особых сложностей и с трудоустройством лицеистов. Выпускники 2021 года трудоустроены стопроцентно. Первое место работы они получили в организациях разных регионов Гродненской области, Минска и, конечно же, Лиды. Во время встречи депутаты отметили важность работы коллектива лице с несовершеннолетними не только в профессиональном плане, но и в воспитательном. Ведь не секрет, что среди обучающихся немало трудных подростков и подростков из неблагополучных семей. Для некоторых это, можно сказать, единственный шанс получить специальность, первое место работы и стать на ноги в жизни. Иначе говоря, это шанс пройти взросление в комфортных условиях, созданных государством. Продолжение следует.